Здравствуйте всем! Продолжим разбирать мифы из книги Каледы, отнесящейся к эпохе Индры, то есть к эпохе, когда проявляются лики искусителя, и мы можем сорвать с них маски, изучая их. Сегодня я не буду зачитывать миф частями и комментировать. Сначала я прочитаю весь миф целиком, а потом мы разберем его символическое значение и смысл. Думаю, что относительно этого мифа так будет лучше. Миф называется Чурила Таруса Иман. Это достаточно печальный миф, повествующий о проявлении одного из ликов зла и как оно действует. А именно, речь пойдет о лжи или кривде. Вообще, ложь называли матерью демонов. Образно, это была жена, изменившая Богу и примкнувшая к Дию. О чем мы сейчас подробнее и прочитаем. Итак, весь миф целиком, а далее пояснение к нему. Пел Чурилушка в светлом ирии. Приключилась мне кручинушка от зазнобушки красной девы, от тарусушки молодой. По тебе ли жаль, моя дева, я сердечушка свое все страдаю. По тебе ли не сплю темной ночью? Как в горах высоких ирийских выпадала порушица белая, не одна она с пересыпочкой. Ты не иди, порушица белая, на вечерней, на поздней зорюшке. Ты пойди на зорюшке утренней. Занеси все стежки дороженькие. Скрой от бармы Бога следочки, по которым к тарусушке хаживал. По полям поскакивал зайчиком, по приступочкам горностайчиком. По синям ходил добрым молодцам, как по кроватушке по любовничкам. Как поутру рано ранешенько, выпала порушица белая. И по снегу тому пушистому, то не белый заяц проскакивал, то не сер горностайчик хаживал, то гулял черилушка Дейвич. Он с оболью шубкой шумливал, он пуховую шапкой махивал. И зашел черилушка к барме. Только бармы в ту пору не было. Улетел он за горы Ирийские, Ко Великой горе Березани. И детей в отереме не было. Вышли в поле они гулять, В светлом Ирии поиграть. Оставалась в тереме барма лишь жена его молодая. То не белая лебедь, кычец, То тарусушка говорила. Не соловушки крылышком встряхивали, То мой милый шапочкой махивал. Да не перышки тронул ветер, То у милого взвелись кудри. Ах, удалый, черилушка Дейвич, Ты пожалуй ко мне в светлый терем, Я давно тебя поджидаю. И брала черилу за рученьки, И вела черилушку в терем. Говорила ему таковы слова. Примладой черила, сын Дейвич, Помешался во мне светлый разум, Глядя на красу, на Чурилову, На твои-то желтые кудри, Да на перстни твои золоченые. Повела Чурилу Шкудеева, Молодая-то руса, в спальню И ложила его на перинушку. Покрывала Ирийский сад Белую пушистой порошицей. Замела на все дороженьки, Одного не сумела скрыть, Горе лютого и измены. Как на горушке береза Не поднималась береза белая, Вверх корнями, вниз ветвями. По корням она коренистая, По вершиночке шипотистая. Зашаталась береза белая, Стала барми богу нашептывать. Как не греть зимой солнцу красному, Как не греть в ночи ясну месяцу, Так любить не станет Таруса, Распостылого мужу барму. Будет пасмурный день осенний, Будут дуть холодные ветры, И сбежит от мужа Таруса Кочурилушки по любовничку. Как услышал песенку барма, Обратился в белого лебедя, Полетел к Ирийскому саду, Прилетел к крылечку, Спустился, бил крылом Золотые двери. Встань, Таруса, вставай, сонливая, Подымайся скорее, дремливая. Спит Таруса, не пробуждается. Спится мне молоденькой, дремлется, Голова к подушечке клонится. Обернулся Витязем барма, Бил рукой в золотые двери. Светлый терем тут зашатался, Обломались у теремы маковки. Тут Тарусушка пробуждалась, Отпирала она ворота И впускала гневного барма. И вошел в светлый терем барма, И увидел платье Чурилы. Вынимал он меч, Шел во спаленку, И увидел Чурилушку Деевича На кроватушке той, помятой, Да на той пуховой перине. То не лебедь крылышком взмахивала, То махнул мечом своим барма, То не жемчуг скатился на пол, То скатилась глава Чурилы, То не белый горох рассыпался, То пролилась на пол кровь. И теперь все Чурилушки славу поют, Поминают Тарусу с бармой, Лебедя с белой лебедушкой. Хочет барма убить супругу За немалые прегрешения, Но Тарусушку любят дети, Брат с сестрой, Ман и Маня. Дети просят барму и молят, И послушал барма мольбы их, Дал супруге своей год жизни. Тот сказала Таруса Ману, Что мне делать, скажи, сыночек, Или погибнуть мне молодою? Показались слезы у Мана. Ты послушай-ка, мать родная, Мы сбежим с тобой от бармы. И сказала ему Тарусу, Ты пойди поймай лебедь белую, Мы на ту лебедушку сядем, Улетим от бармы далеко, Чтоб не мог он нас услышать, И глазами не мог увидеть. Все, как сказано, так и сделалось. Оседлали они лебедушку, Полетели они к Уралу, И нашли в горах светлый терем. Терем тот стоял на семи верстах, Да на тех семидесяти столбах. Вкруг терема тын железный, Гридни в тереме белодубовые, Пол покрыт седыми бобрами, Потолок покрыт соболями. А в том тереме жили дивы. Было дивов тех семь десятков, Старшим был у них Дейси Дуневич. Как увидели мана дивы, Так бросались на сына бармы. Только был тот ман очень сильным, Перебил он семьдесят дивов. Дей один от мана укрылся. Спать ложились ман и Таруса, Спать ложились в тереме Дея. Только ман сомкнул ясные очи, Пред Тарусою Дей явился. И спросила Дея Таруса, Ты Чурила ко мне явился Из подземного царства Вия? Отвечал тогда Дей Таруси, Нет, я Дей, родитель Чурилы. Погубил его мощный барма И закрыл Чурилушка очи. И сказала Дею Таруса, Подойди ко мне, Дей отец, Будем мы с тобой любиться, Будем мы с тобой целоваться. Дей тогда Таруси ответил, Я боюсь молодого мана, Погубил он семьдесят дивов, И меня он тоже погубит. Дей, давай подумай вместе, Как сгубить молодого мана. И на это ей Дей ответил, Ты скажи ему, что болеешь, Только ман про это услышит, За тебя он станет бояться. Спросит матушку на пище, Отвечай ему, Что излечит у болезни Яблочко и яблочки Ирия. Пусть поедет он в сад Ирийский, Чтоб сорвать золотые яблоки. Охраняет золотую яблоню Лада-матушка и ладон. И от змея того ладона Нет спасения человеку, И дракон тот мана погубит. Вот проснулся ман ранним утром, Видит он Тарусу больною. Близко к матери он всадился, Проливал горючие слезы. За тебя мне тяжко, родная, Ты скажи, Что хочешь отведать, Отвечала ему Таруса. Принеси золотые яблоки, Ты сорви их, В саде Ирийском, Я поем и сразу поправлюсь. Ман вскочил На ноженьки резвые И оседливал лебедь белую. Полетел он к саду Ирийскому, Прилетел, садился у яблоньки. Тут увидел его дракон, Защищающий И яростно бросился. Начал ман с ладоном сражаться, С ним сражался он трое суток. Стал просить тут ман передышку, Ману дал ладон передышку. К ману тут явилась лада. Ты зачем из сада Ирийского Взять хотел золотые яблочки? Ответил ман ладе-матушке, Для Тарусы, родимой матери. Мать моя лежит, умирает, Только яблочки ей помогут. Жалилась тогда ладо-матушка. Ты бери золотые яблочки, Но срывай не с дерева жизни, Пусть их съест твоя мать родная, Все болезни они излечат. И вернулся ман к Тарусе, Дал плоды заветные маме. Только темная ночь на встала, Вновь явился дык от Таруси, Говорит он ей таковы слова. Ты возьми, Тарусушка, перстень, Спрячь тот перстень в одной ладошке, Пусть с тобой ман поиграет, Отгадает, где спрятали перстень. Не сумеет? Тогда как в шутку, Ты свяжи-ка мана ремнями, Сам тогда я с ним совладаю. Вот проснулся ман ранним утром, Говорила ему Таруса, Мы одни с тобою сегодня, Сын, давай с тобой поиграем, Отгадай, где перстень упрятан. Мог бы ман легко отгадать, Только он проиграл нарочно, Чтобы мать родную потешить. Обыграла его Таруса И связала руки сыночку, Повязала до самых плеч И до самых пальцев скрутила. Здесь хочу обратить ваше внимание На некоторую символику В астрологической традиции. Здесь говорится о плечах и о пальцах, Что в принципе связано со знаком близнецов. Близнецы в свою очередь связаны со словом. И этим знаком управляет планета Меркурий, Которая в своем худшем проявлении, Худших качеств внесет, естественно, Ложий обман. Отпусти, развяжи меня, мама, Так просил Тарусушку мам. Но его Таруса не слушала, Громким голосом дыя звала. И явился в хоромы дый, Мукой мучил молодого мана, Ослепил ему ово глаза. Барма сына убил Чурилу, Но ныне будет ему расплата. Говорила дыю Таруса, Ты послушай-ка, дый, меня, Ты возьми-ка мана молодого И садись на белую лебедь И лети к горе Сорочинской, Отвали на горушке камень, Там под камнем пропасть увидишь, Мана брось в глубокую яму. Сделал дый, как сказано было, Но беда и с дыем случилась. Как бросал он мана в колодец, Упустил он белую лебедь. Дый вернулся снова к Тарусе, А в ту пору белая лебедь Поднималась ко Всевышнему, Пела так она в горних высях. Ты Всевышний Бог, прародитель, Мана ты подойми из бездны, Отвали от пропасти камень. Бог отвалил черный камень, Подымал он мана из бездны. Ман садился на белую лебедь, Полетел к Ирийскому саду, До котой реки Алатырской. Прилетел к дорогой сестрице. Подходил он к Манечке близко. Видит Маня, что оба глаза, Дыем выколоты у брата. Омывала она глазница Алатырской Живой водою, Возносила молитвы Вышню. И вернулась зрение брату, Белый свет он снова увидел. Обнимала Манечка брата, Вместе с братом рыдала горько, А потом хохотала громко. Слава Вышню, ты снова видишь. Расспросила его о горе, Рассказал ей Ман про Тарусу, Ничего про мать не скрывая. И собрался вновь в путь неблизкий. Ман вскочил на Белую лебедь, Полетел он, песня певая. Слава Вышню и Белой лебеди, Вы меня возвратили к жизни. На бесчастье будет Тарусе, Что дитя свое ослепило. Подлетел Ман к терему Дыя. Видит он, что чешет Таруса Гребнем голову Богу Дыю. И вскричала тогда Таруса. Горе, Дый мой, мой сын вернулся. Дый вскочил, схватился за меч, Начал с Маном мощным сражаться. Сотрясалась земля сырая. Порасстрескались горы дальние, Море синее распрескалось. Стал теснить тот Ман Бога Дыя. И могучий Дый испугался, Бросил меч и, жалуясь громко, Убежал в Уральские горы. Крикнул вслед Богу Дыю Ман. Я тебя, Дый мощный, прощаю. Отплатил ты за смерть Чурилы. Мы с тобой отныне в расчете. Но Тарусашку не прощаю. Он схватил за поезд Тарусу. С нею сел на Белую Лебедь. Полетел к родителю Барми. Бар Мамана встречал, плакал и обнимал. Ах, мой сын, что сделал со мною? Я уж думал, ты не вернешься. И устроил он пир великий. Расспросил о том, что случилось. Рассказал тогда он отцу то, что мать ему чинила. И вскочили все слуги Бармы. И бросались они к Тарусе. На нее надели рубашку, что покрыта смолой дегтем. Подожгли ее с трех сторон. И вскричала сыну Таруся. Сын мой, Ман, спаси мать родную. Ничего ей Ман не ответил. Лишь слезу смахнул он рукою. И сгорела черная тара. И очистилась Таруса. В том огне великого Бармы. Из огня она вышла белой. Все теперь пославляют Мана. Славят также Барму с Тарусей. Славят Дея вместе с Чурилой. Итак, Бог Барма – один из ликов рода Всевышнего, представляющий собой рождение Слова. Бог, произнощащий молитвы, читающий веды, рекущий истину. То есть все, что связано со Словом истины. У него есть творящая сила – жена Таруса. То есть сам Барма – это словно светлые мысли, которые соединяются со своей творящей силой, то есть с женой Тарусой, рождает Слово. И слов этих два – сын Ман и дочь Маня. То есть основных слов два – это слово о Духе, духовных ценностях, Царстве Божьем, об истинной сущности человека. И второе слово разъясняющее – суть материи, о материи, мире материальном, о земле матушки. В общем, истина о материи и её ценности. И то, и другое – это слово истины, то, как оно есть на самом деле, что такое Дух и материя, а не то, что нам внушает дыр. Заметим, что Ман и Маня – брат и сестра, поэтому нельзя противоставлять земное и небесное. Они словно брат и сестра. На данном этапе мы должны проявлять духовное через мир материальный, опираясь на истинные знания о Духе и материи. Быть истинными детьми своих небесных родителей здесь, на земле. Познавать земной опыт, не забывая, кто мы на самом деле. Не опускаться на уровень одного лишь медного царства, а гармонично проявляться на всех трёх уровнях – телесном, душевном и духовном. Ну, по крайней мере, должны стремиться к этому. И далее этой силой, предназначенной для рождения слова по мысли Всевышнего, завладевает дыр в виде одного из своих ликов или детей Чурилы-искусителя. В предыдущем мифе, если вы помните, сам Барма рассказал сварогу, кто такой Чурила. То есть принёс ему эту весть. За что Чурила решил, конечно, отомстить Барме. И вот каким образом он это сделал. Этот лик Дея связан с самым древним инстинктом – сексуальным. В астрологической традиции лилит или чёрная луна, или ложь, экзальтируют как раз в знаке Скорпиона, связанного с вопросами сексуальной энергии. Вот при каких обстоятельствах рождается ложь. Но Барма узнаёт об измене своей жены. И об этом ему ведает берёза – одно из самых почитаемых деревьев у наших предков. Кстати, интересно, что сама берёза по мифу растёт корнями вверх, ветвями вниз. Что это за образ? Это значит, что наши корни, наши предки-родители, которые нас питают, имеют небесное происхождение. А мы – их листочки, листочки на этом родовом древе, живущие на земле матушки. Итак, мы – божьи дети, и должны оправдывать своё происхождение. Берёза по нашей традиции связана с женским началом и семейными отношениями. Это как охранительница семейного очага. Поэтому именно она предупреждает Барму об измене. Прилетев домой, Барма устраняет Чирилу. А Таруси даёт ещё один год жизни в том состоянии, в котором она находится после связи с Деевым сыном. То есть сила в некоторой степени, она уже заражена тьмой. Но Барма с этим ничего не делает. Почему? Зачем он даёт ей ещё один год жизни? Я думаю, чтобы испытать её и вывести на чистую воду. Чтобы она показала себя в полной мере, эта тёмная часть, заразившая Тарусу. Кем же она стала после измены, после допуска к себе тьмы? Что в принципе далее происходит? Таруса сбегает от Бармы, прихватив с собой сына Мана. Заметьте, только его. Она прекрасно знает, куда бежит, а именно в дом, где живёт Дей и его Дивы. Ман, как слово духовное, имеющий силу, прогоняет их всех, кроме Дея, который сумел спрятаться от него. Видимо, защищая ложь Тарусу, Ман уже начинает терять свою солнечную силу. Далее уже сила, рождающая слова Таруса, соединяется с самим Деем. Тут у неё не только засыпает совесть, но она вместе с Деем уже хочет уничтожить Эмана, своего сына. Это понятно. Чтобы подчинить своей власти весь материальный мир заморочить людям голову, нужно уничтожить слово духовное, слово, несущее истину о Боге и о человеке, как в создании духовном, что символически и представлено сыном Бармы Маном. Для этого Дея и Таруса обманывают Мана, посылая его в начале вырей, за яблоками вечной молодости, до якобы больной матери, которые охраняются Ладой-матушкой и драконом-ладоном. Если мы внимательнее прочитаем это имя, то мы увидим, что это имя Ладон, то есть Лад есть Он. Это тоже интересная символика. Кто же может съесть яблоки Ирии и стать вечно молодым, то есть войти в вечность? Для кого форма вечности станет доступной? Это тот, кто победит Ладона, дракона Ладона, то есть тот, кто достигнет внутренней гармонии. Гармоничный человек, добрый и открытый, он принимает все, кроме зла. Гармония рождает неуязвимость. Это и есть победитель дракона с именем Ладон. Однако Ман, потерявший часть своей солнечной силы из-за того, что защищает ложь Тарусу, не видит обмана матери и не может победить Ладона. Все-таки Лада-богородица разрешает взять ему яблоки Ирия. Но, заметим, не с древа жизни, то есть те яблоки, которые даруют вечность, Ману взять запрещено. Почему? Да потому, чтобы ложь не вошла в вечность, вкусив эти яблоки. Далее обманом Деи Таруса ослепляют Мана и бросают его в подземелье. Ложь вступает в свои права и обманывает, ослепляет людей. Лживое слово никогда не несет в себе ясность и понимание, тем более прозрение. Оно несет лишь слепоту и тьму. Таким образом, ложь ослепляет своих детей. Но Бог Всевышний узнает о том, что слово о Царстве Небесном, слово о Духе, искажено и упрятано в темницу. Узнает он это от вестника, Белой Лебеди. Насчет Белой Лебеди я предлагаю вам подумать самим. Итак, он узнает от Белой Лебеди и подымает Ману из темницы. После чего сестра Маня омывает глаза брата водой Алатырской. И он прозревает. То есть здесь мы как бы видим, что материя идет в помощь Духу. В помощь Духу, потому что соприкасаясь с материей, мы поднимаем в себе духовное начало. Поэтому материя помогает Духовному. И Ман прозревает. То есть слову о Духе, о законах Божьих, об истинном происхождении человека была возвращена его первоначальная ясность и чистота. И Ман отправляется к своей матери, находящейся уже полностью во власти Дия. Она ему чершит кудрик гребнем. И в общем-то у них вроде бы как даже семейное дилие. И он разоблачает эту ложь. То есть символически прогоняет Дия и забирает у него Тарусу. Сила, предназначенная для рождения слова, воплощающая мысль в слово, заражена тьмой. И барма очищает ее в огне. Ибо тьма сгорает в огне. Таруса очищается от той тьмы, которой Дия помутил ей разум и возвращается к своему мужу и детям очищенной. Таруса вновь соединяется с мыслями Всевышнего и рождает слово истины. Почему же Дию удалось соблазнить Тарусу, силу, которая, соединяясь с мыслью Бога, рождает слово? Потому что любая сила, или, как говорят индийцы, шакти, это природная женская сила. Она все оживляет. Она несет в себя инстинкты, обеспечивающие продолжение сохранения жизни. Однако она не имеет в себе разумного или духовного начала. Возможно, только зачатки этого. Поэтому ее так легко подвергнуть сомнению и соблазнить. Абсолютно каждый человек, будь то мужчина или женщина, имеет такую природную силу в своей душе. Она оживляет наше тело, отвечает за наши инстинкты. Это и есть наш подсознательный разум. Однако, чтобы отделять в своей жизни зерна от плевел и делать нашу душу более разумной, нам дан анализирующий ум и совесть. Мы можем слышать свое духовное начало и взращивать его в себе. Я желаю, чтобы в вашей жизни не было лжи, уводящей с пути прави и делающих всех слепцами. Благодарю за внимание.